здравствуйте мои дорогие зрительницы на уроках красоты будем говорить об особенностях ухода за кожей в период менопаузы с возрастом на мой взгляд когда ты привыкаешь к собственным несовершенствам к морщинкам складочкам самое важное это ухоженный вид тот который возвращает тебе уверенность собственной привлекательности это напитанность увлажненность кожи сегодня нам предлагается огромный выбор средств так называемых антиэйдж что же выбрать как во всем этом разобраться будем отвечать на эти вопросы на многие вопросы как раз на наших уроках менопауза это последняя менструация в жизни женщины и вот перемена паузальный период это за пять лет до наступления менопаузы и последующие 5-10 лет как в подготовке так скажем кожа начинает терять свои защитные факторы начинают меняться и эпидермис это поверхностные слои кожи и более глубоко расположенные дерма и подкожно-жировая клетчатка гиподерма наши женщины фиксируют виде морщин поплывшего овала моментов снижения тонуса кожи но как я и сказала началось это чуть чуть раньше почему всегда косметологи все-таки просят подойти пораньше чем уже все произошло первым начинает страдать эпидермис первая гиалуроновая кислота которая начинает теряться нашей кожи она как раз теряется из эпидермиса это поверхностный слой он как защитный такой да он действительно препятствует более глубокому повреждению он препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей типа b но то есть не всех конечно только типа b и он же препятствует испарению более глубоко расположенных водных запасов дерма да то есть она начинает следующее реагировать и вот здесь как раз у нас есть моменты которые связаны с взаимодействием эпидермиса и дермы идет более выраженная потеря собственных запасов воды в дерме кожа становится более истонченная пересушенная повышается ее чувствительность плюс меняется собственное так скажем здоровье и эффективная работа клеток дермы это клетка фибробласт она должна ну так не должна но собственно говоря продуцирует она вырабатывает гиалуроновую кислоту коллаген властин она поддерживает баланс всех этих структур и к сожалению с возрастом она переходит или в режим того что она просто спит или в режим того что но она перестает вырабатывать нужные вещества и это естественно сказывается на том что собственные запасы они не восполняются и они начинают достаточно интенсивно повреждаться и терять свое рабочее состояние но и дополнительные питания и токсины много всего то есть но вот инициатор это конечно гормональные изменения и они достаточно резко начинают менять внешний облик начиная мы с рекомендации антиоксидантов очень люблю витамин c моменты которые связаны с применением ресвератрола есть еще другие антиоксиданты эти просто больше так скажем на слуху их если вдруг женщина до этого их не применяла их обязательно нужно применять начать применять потому что все-таки витамин c это мощный момент который связан и с защитой наших клеток и защитой из так скажем с улучшением выработки коллагена эластина то есть у него много задач здесь самое важное если до этого допустим у женщины был такой периодический уход она когда вспомнила что-то начала применять да то есть все таки стоит выровнять свой свою так скажем концепцию систему ухода если она это делала до этого слава богу это нужно будет продолжать что такое концепция ухода первое это правильное очищение да то есть мы на сегодняшний день говорим о двухэтапном очищении это умывающее средство по типу кожи это очень важно и по сезону что тоже принципиально важно и следующий этап это использование тоников или лосьонов которые дополнительно очищают кожу они могут содержать альфа-гидроксикислоты очищение это могут быть какие-то другие компоненты но их задача сбалансировать паш и убрать остаточные загрязнения которые остались у нас на кожу после умывания следующий момент это применение сывороток сывороток сейчас и ампул достаточно много они могут содержать антиоксиданты они могут содержать пептиды это тоже комфортно для кожи в данном возрасте и многие из них содержат гиалуроновую кислоту которая как раз здесь начинает работать с восполнением поверхностно расположенной гиалуроновой кислоты то есть только то что касается эпидермиса следующий момент это работа с кремами мы все-таки вот этот момент и послойный так скажем он должен соблюдаться и эта работа с кремами дневной и ночной это важно средства дневного ухода должны быть максимально легкими очень комфортно впитывающимися и чаще всего они должны быть такими чтобы на них легко мог лечь повседневный макияж вечерние моменты крема да то есть они могут быть чуть плотнее это бывает маски бывают то есть можно выбрать допустим крем маска можно подержать чуть чуть дольше промокнуть остатки или нанести тонким слоем это будет просто как крем ночной кстати в ночных субстанциях в ночных кремах очень комфортен такой антиоксидант как ресвератрол это вечерний антиоксидант все остальные чаще всего мы рекомендуем наносить утром ресвератрол это все-таки вот компонент вечернего ухода и вечерние крема если допустим кожа сухая это могут питательные крема если склонная к жирности то все-таки это будут увлажняющие средства момент который связан с нанесением вечерних кремов это все должно быть где-то минут за 15-20 до сна чтобы он успел впитаться в лицо а не в подушку но не секрет переменопаузальный период сопровождается явлениями приливов поэтому здесь можно использовать средства которые будут обладать легким охлаждающим действием а второй факт это нужно помогать коже вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту здесь очень важный компонент проксилан который содержится в средствах который содержится в домашнем уходе чаще всего как раз в ночных средствах но иногда и в дневных я попробуйте текстуру это как раз вот этот крем который с охлаждающим действием он очень-очень легкий и рекомендован именно как ночное средство ночное средство так как именно вечером ночью чаще бывают вот эти ощущения приливов жара к лицу хорошо и комплексно они работают тогда когда опять же у кожи есть хороший ответ она тогда должна быть защищенная а защищенная это она как минимум у нее должна быть правильно работающая гидролипидная мантия то есть это поверхностная защитная пленочка у нее должен быть восстановленный натуральный увлажняющий фактор в котором как раз принимает участие очень активная гиалуроновая кислота и у нее должны хорошо работать сосуды то есть они должны ну как бы реагировать комфортно на это повреждение хорошо обладать заживляющим действием восстанавливающим и что очень важно должна быть фотозащита потому что сейчас лето и мы говорим о том что действительно очень многие аппаратные процедуры сейчас противопоказаны и здесь мы не обойдемся просто только кремом с спф дневным здесь обязательно должны быть отдельные крема солнцезащитными факторами причем важно обращать внимание чтобы была защита и от ультрафиолетовых лучей b и от ультрафиолетовых лучей а потому что ультрафиолетовые лучи а это то что заходит глубоко входит в глубоко в кожу в дерму повреждает ее приводит к формированию пигментации росту новообразований поэтому вот момент связаны с тем что не только солнечный ожог но и фото повреждение глубоких слоев кожи это то вот от чего должен дополнительно защищать солнцезащитный фильтр солнцезащитные крема как всегда жду ваши комментарии а мы встречаемся с вами на следующем уроке и говорить будем о коллагене главном факторе антиэйдж ухода и о том где коллаген содержится в максимальных количествах причем тот который дойдет до нашей кожи вот что важно